Мама с юности страстно хотела сына с именем Филимон, то есть нежный и любящий. — Понимаешь, дочь моя, не Филипп или Федор, а именно Филимон! — добродушно посмеивался папа, протирая очки в тонкой золотой оправе. Очки папе очень шли, как и профессия врача и фамилия Чудинов. — Чудинов Сергей Александрович, заведующий и одновременно единственный терапевт маленькой старомодной больнички на окраине Саратова. — О, Волга, колыбель моя! — нараспев цитировал папа, хотя и не был особенным поклонником Некрасова. — О, юность бедная моя, прости меня, смирился я! Он и родился в Саратове, в небогатой дворянской семье Чудиновых, где скромные поместья и пара прибрежных лугов никак не могли достойно обеспечить пятерых подрастающих детей. Но все-таки отец их, Александр Петрович Чудинов, благодаря воспитанию в скромности и трудолюбии, сумел удачно выдать замуж двух старших дочерей. Младшая Аглая, к великому горю всей семьи, умерла от дифтерии, не достигнув и пятнадцати лет. Из двух сыновей, старшего Ивана Александровича, отец оставил управляющим и наследником поместья, а Сергея, как самого способного, отправил на учебу в Петербургскую военно-медицинскую академию. Сергей Александрович любил повторять, что отдельно благодарен медлительности и бюрократии царского правительства, поскольку вопрос об открытии Саратовского университета и, в первую очередь, медицинского факультета решался долгие годы. Только в 1909 появилось, наконец, временное здание, а окончательно достроили два центральных корпуса в 1913 году, когда дипломированный терапевт Чудинов уже трудился на благо людей. А иначе не видать бы ему ни столицы, ни своей дорогой и единственной Ариши. Да, из академии папа привез не только диплом с отличием, но и невесту — Ариадну Палну, окончившую в том же образовательном учреждении курс акушерок, специально созданный для женщин. Ариадна Пална тоже была дворянского сословия, но рано осиротела, поэтому воспитывалась сначала в Смольном институте, а уж оттуда перешла на курс акушерок. Предложение руки и сердца она приняла благосклонно, но сдержанно, как и положено воспитаннице Смольного, что не помешало ей стать добрейшей, заботливой и восторженной женой, над чем Сергей Александрович часто посмеивался, но Аришеньку свою несомненно обожал. Все родительские рассказы Лена слышала так часто, что могла среди ночи повторить и про бедную Аглаю, и про акушерские курсы, и особенно про долгожданного Филимона, который после пяти лет ожиданий, страстных приготовлений и долгих мучительных родов оказался не прекрасным пухлым ангелом, а маленькой сморщенной девочкой. Да, моя дорогая, вот такая вышла незадача. Но девочка после долгих обсуждений и споров все-таки получила греческое имя, красивое редкое имя Елена, что означало светлое или сияющее. Бедная мама не знала, что через полвека в России будет не продохнуть от Ленок и Аленок всех видов и мастей. Возможно, папа Сергей уже родился романтиком, но влияние революционного Петербурга тоже не могло не сказаться, поэтому перемены и новую власть он принял с большим воодушевлением. В отличие от брата Ивана, уехавшего в Берлин после разорения крестьянами отцовского имения, папа даже вступил в партию большевиков и активно участвовал в медосмотрах рабочих местного завода «Сотрудник», ставшего впоследствии знаменитым предприятием «Серп и молот». Он же ввел в городе обязательный осмотр беременных и прививки младенцев от оспы. Мама работала акушеркой в родильной палате. С детства бесконечно аккуратная и добросовестная Ариадна Павловна принимала каждого младенца как немыслимое, несказанное чудо природы и не знала большего горя, чем потеря ребенка в родах, что все-таки случалось иногда, как от безграмотности отдельных женщин, поздно приехавших в больницу, так и от несовершенства самой тогдашней медицины. Свою единственную дочь Ариша любила так трепетно и болезненно, что даже ночью вздрагивала при каждом вздохе или всхлипе ненаглядной Леночки, что уж говорить о простудах и летних поносах. Тем более душой ее владела горькая тайна. Из-за рана, проявившейся у Сережи сахарной болезни, других детей им не суждено было иметь. Можно не рассказывать, как обожали Ариадну Павловну ее роженицы, молились за доброту и терпение, даже называли иногда новорожденных дочек чудным барским именем. Как и многие уважаемые граждане Саратова, Чудиновы жили на улице Республики в 1935 году, переименованный в проспект Кирова. Улицу когда-то осваивали немцы-колонисты, она так и называлась до революции немецкая и славилась элегантным, перестроенным в неоготическом стиле зданием Саратовской консерватории. Дома на немецкой улице тоже были замечательные, добротные, три-четыре этажа, и семья доктора Чудинова занимала целый второй этаж в старом уютном здании с лепниной на потолках, но, правда, без горячей воды. Поэтому детство в Леночкиных воспоминаниях навсегда осталось связанным с холодным горшком, прилипающим к попе, и большой дымящейся кастрюлей на печке. Зато, благодаря близости консерватории, мама не переставала мечтать, как Леночка вырастет и будет учиться музыке прямо рядом с домом, причем обязательно на арфе. Слава Богу, папа строил совсем другие планы. Чудиновы жили дружно, много работали, по выходным обязательно пекли кулебяку с рисом и крутыми яйцами, но центральной темой их жизни, их радостью и гордостью, была и оставалась единственная дочь Елена. Можно сколько угодно подшучивать над безумными в своей любви родителями. Можно утверждать, что любой ребенок в глазах мамы, а тем более бабушки, является талантом и гением, но Леночка росла выдающейся девочкой даже при самом строгом и объективном взгляде. В четыре года она научилась читать, а в шесть уже сочиняла стихи и сама записывала в альбом с картинками, специально купленный папой. В школе учителя только ахали, проверяя домашнее задание Лены Чудиновой, а ее сочинения зачитывали перед всем классом в назидание двоечникам. Кроме того, Леночка была артистична, прекрасно пела и танцевала, и помнила наизусть Мцири и Евгения Онегина от корки до корки. Каким-то чудесным образом она взяла от родителей все самое лучшее и привлекательное. Мамины тонкие руки, чуть вздернутые брови, огромные распахнутые глаза. Папин горячий интерес ко всему новому и замечательное чувство юмора. Она очень смешно и точно копировала всех подряд. Санитарку Фросю и мамину портниху Изольду Иванну, учителя физики и учителя физкультуры, районного милиционера, директора школы, продавщицу из соседней лавки. Восьмому классу стало ясно, что девочка требует индивидуального подхода и более глубокого образования, чем могла дать саратовская заурядная средняя школа. «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» — ворчал папа, забыв о своей любимой Волге. «Воспитывать и учить детей нужно в столице и только в столице! Почему? По всему! Другая среда, другой воздух! Искусство и архитектура не только формируют чувство вкуса, они дисциплинируют, если хотите! Вы не вылите с Аничкова моста ведро с помоями и не станете плевать рядом со скульптурой прекрасной женщины! Кроме того, Лена не должна выглядеть провинциалкой в столичном университете! Или она пойдет в Саратовский? «Решено! Мы переезжаем в Петербург!» Милый папа, он все еще верил в высокое предназначение искусства, звал Ленинград Петербургом и считал любимый город своей молодости главной столицей, достойной их несравненной дочери. Но никто не назвал бы Сергея Александровича пустым мечтателем. Для благополучного переезда семьи он проделал огромную работу. Во-первых, списался с главврачом и парторгом медицинской академии, приложив свой блистательный диплом, и предложил на основании прежнего опыта начать организованную широкую диспансеризацию рабочих Кировского завода. Во-вторых, обратился к местным саратовским властям с планом перестройки его частной квартиры на проспекте Кирова в детский сад для сотрудников городского здравоохранения. И в заключении указывал, что по семейным обстоятельствам должен переехать в Ленинград и просил содействия в получении места терапевта и скромного жилья для семьи из трех человек. Надо отдать должное ленинградским коллегам. К папе отнеслись с уважением и пониманием. Вскоре он заведовал здравпунктом при Кировском заводе, а мама с Леной любовно обживали две просторные комнаты в малонаселенной ухоженной квартире на набережной Фонтанке, недалеко от обожаемого папой Аничкова моста. Лену записали в восьмой класс десятилетки, впереди ждала новая жизнь, новые друзья и учителя. Но еще до начала занятий она успела понять всю гениальность папиного плана. Достаточно было Эрмитажа. Ни картинок в учебнике, ни альбомов с репродукциями, но живого, только руку протяни, великого искусства, именно так, с большой буквы, неземной красоты и гармонии, к которой так стремится душа в пятнадцать лет. И был еще летний сад, особенно милый не летом, а ранней пушкинской осенью. И сам Пушкин, взмахнувший рукой в сторону русского музея, и музея неописуемой красоты, нарядный и торжественный, словно гимн. «Люблю тебя, как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно!» — с восторгом шептала Лена. И было абсолютно неважно, что она не сын, а Лермонтов обращался к Москве. Совсем недавно казавшаяся в Саратове торжественной и нарядной немецкая улица, теперь вспоминалась замшелой, провинциальной, будто мамина плюшевая жилетка, и уж совсем смешно звучало ее новое название — Кировский проспект. С тех пор, как они с мамой впервые вышли с площади революции на настоящий Кировский проспект, хотя он и звался еще недавно Каменноостровским, Лена отдельно влюбилась в этот район Ленинграда, словно в очаровательную звонкую мелодию. Много позже, уже после войны, оттепели и перестройки, она прочла у Мандельштама. «Каменноостровский — это легкомысленный красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря свистит в его трамвайной голове. И в памяти сразу всплыли юность, ветер с большой невки, чудесная болтовня обо всем и ни о чем, невозможная, неценимая легкость, то самое легкое дыхание, что уже никогда-никогда не может вернуться». А еще мама купила ей настоящие взрослые туфельки, даже с маленьким каблучком, и подарила две свои самые нарядные блузки и шерстяную бордовую юбку в тоненькую белую полоску. Лена к тому времени так выросла, что мамины вещи стали впору, а юбка оказалась даже слегка коротковата. Особенно ей понравилось ходить в филармонию. Сначала немного скучала, особенно при исполнении длинных симфоний, но зал с колоннами, нарядные дамы, взволнованный папа в галстуке и дореволюционных запонках создавали атмосферу сказочного праздника. Да, они всегда ходили вдвоем. Мама, при всей ее чувствительности, не имела музыкального слуха. Зато папа умел так галантно подавать руку, когда приглашал ее в буфет. Они часто встречали двух девочек с мамой, очень аккуратных воспитанных девочек, что сразу бросалось в глаза. Старшая на вид была примерно ровесницей Лены, а ее сестренка намного моложе, но она сидела смирно, как взрослая, и смотрела на музыкантов огромными голубыми глазами. Лена с детства мечтала именно о младшей сестре, а не брате, да еще по имени Филимон, преданной подружке, болтушке, ласковом зайчике. Но по тихим, сдержанным намекам со стороны родителей она давно поняла, что им не суждено больше иметь детей. Что ж, быть единственной тоже не так плохо. В общем, жизнь налаживалась быстро и прекрасно.